Каждые 8 секунд в мире умирает один курильщик. 15 ноября весь мир будет отмечать день отказа от курения. Это не привычка, а серьёзная болезнь, которую нужно лечить, уверен главный пульмонолог Приморья Михаил Кинякин. Курение вызывает хроническую обструктивную болезнь лёгких. Если такие пациенты не отказываются от пагубной привычки, они становятся инвалидами. Хроническая обструктивная болезнь лёгких – это проградиентное заболевание, ведущее, если человек не бросит курить, 100% к инвалидизации. Поэтому наша задача медиков при лечении хронической обструктивной болезни лёгких – это продлить жизнь пациенту. Уже бегать он никогда не будет, но он будет жить. Да, качество жизни будет страдать, но мы дадим хоть какие-то годы жизни этому пациенту. Сейчас появились новые препараты, которые позволяют это делать. Побороть пагубную привычку самостоятельно получается только у 5% никотинозависимых, рассказывают специалисты. Курение сегодня перестало быть модным увлечением, и люди всё чаще обращаются за квалифицированной помощью к врачам и психологам. Наша задача – человек научиться обращаться к себе. Когда я хочу взять сигарету, что со мной происходит? Я встревожен, мне страшно, я напряжён, я поругался, или наоборот, я радостный, мне хочется подкрепить это ощущение радости. И тогда мы работаем как раз-таки с базовыми эмоциями и чувствами, и учим переживать по-другому. Бесплатный кабинет по лечению никотиновой зависимости есть и в Приморском краевом наркологическом диспансере. Часто после неудачной попытки курильщики смиряются с пагубной привычкой. Однако это в корне неверное решение, считает заведующий кабинетом профилактики наркодиспансера Александр Кубиков. Вопрос ведь такой, моя проблема должна совпасть с психотерапевтом. Психотерапевт может быть я, коллега, книга, кара. То есть наши внутренние шестерёнки совпадают, у нас всё получается. Модные сегодня системы нагревания табака, вейпы и айкосы ещё более вредные, чем сигареты, говорят специалисты. Ведь их позиционируют как безопасные для организма. Однако это не так. Сегодня многие курильщики стесняются своей зависимости и стараются не дымить в общественных местах. Но главное, чтобы бросить курить, необходимо в первую очередь желание самого курильщика. Светлана Садовая, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом. Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом.